МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Репортеры национальной телерадио компании Чуваши и я, Татьяна Молокова, расскажем о самом важном и интересном. Сегодня в выпуске. Глава в прямом эфире. Зачем принуждают прививаться и когда проведут газ? Почему не повышают мрот? И неужели одного звонка первого лица региона достаточно для решения многолетней проблемы? Обычная для столиц, уникальная для региона. Операцию по замене сердечного клапана провели в Чебоксарах одному пациенту. Надежду подарили сотням. Волга позеленела до синевы. Какую опасность представляют одноклеточные прабабушки-динозавров? И может ли Великая река превратиться в Великое болото? 2 часа 23 минуты длилась прямая линия главы Чувашии Олега Николаева. Она прошла сегодня в социальных сетях Инстаграм и ВКонтакте. Трансляция была и на национальном телевидении Чувашии. Всего поступило 676 вопросов. Большинство обращений в Инстаграм – 392. Жители республики беспокоят строительство школ и дорог, ремонт тротуаров, благоустройство, транспортные проблемы, ЖКХ и вакцинация от ковид. Почему прожиточный минимум в Чувашии такой низкий, когда выплатят долги по заработной плате? Насколько обосновано повышение цен на стройматериалы? Целые блоки так называемых вечных тем. Есть такая проблема роста цен. У нас очень-очень много строек. Более 50 школ заново реконструируются. Заново реконструируются 38 садиков. Это по всей республике. Это новые проекты, которые мы только в этом году запустили. На сегодняшний день правительство Российской Федерации принимает в том числе экстренные меры по урегулированию цен. То есть дано поручение ФАСу Российской Федерации привести соответствующее расследование, нет ли монопольного сговора. И уже с 1 августа будет введено решение о введении так называемых экспортных пошлин. Много вопросов от многодетных семей. Можно ли республиканский материнский капитал потратить на текущие нужды или покупку автомобиля? Как получить землю и улучшить жилищные условия? Когда будут газифицированы участки? Получила ответ и семья Касаткиных. 6 лет не могут дождаться, когда голубое топливо подведут к их домам в Шумерле. Обращаемся к вам, чтобы вы услышали нашу проблему. Мы по несколько раз в году обращаемся к администрации и депутатам для обеспечения газификации наших домов. Несмотря на то, что наши дома находятся в центре города, в 100 метрах от газифицированных домов, там не подводят газ, и наши семьи на протяжении более 4 лет закупают дрова и уголь. Убежден, что мы в ближайшее время этот вопрос решим. И решим вопрос газификации не только этих домов, которые обратились, но и всех других домовладений, которые на сегодняшний день не газифицированы. У нас и в Чувашской республике на сегодняшний день насчитывается чуть более 60 тысяч домовладений, то есть 63 тысячи, если бы точнее, с хвостиком. Окончательная газификация, получение газа для себя, это, конечно же, решение каждого жителя. Но такая возможность, каждому из 63 тысяч домовладений в ближайшее время будут предоставлены. Поэтому в том числе от семьи Касаткиных. Сюжеты ситуации в Шумерли программа «Республика» показывала во вчерашнем выпуске. Репортеры встречались с семьей Касаткиных. И уже сегодня, после оперативного вмешательства главы региона, ситуация с газификацией сдвинулась с мертвой точки. Сейчас репортаж из Шумерли, а потом мы вернемся к прямой линии с Олегом Николаевым. Семья Касаткиных из Шумерли 6 лет добивается, чтобы к их дому подвели газ и электричество. Собраны сотни документов. Каждое ведомство играет с ними в эдакий футбол, а голубого топлива так и нет. Привезти, распилить и сложить за лето шесть машин дров, чтобы не замерзнуть, а зимой каждые два часа подкладывать в топку. Вот каждые два часа мы подкидываем вот сюда дрова. Участок на территории бывшего кирпичного завода Шумерли, Касаткиной и еще 10 многодетных семей получили в 2015 году. С тех пор началось их хождение по мукам. В 16-17 годах мне администрация говорила, что готовится документация. Я подождал год. На следующий год надо, думаю, пойти проверить, что там готовится. Пришел. Оказалось, что администрация не успела подать заявку. И так каждый год. Обещания и отписки. Не прошло и суток после вмешательства главы региона. Классика жанра. Лед тронулся. Оказалось, что газ куда ближе, чем говорили людям. Будет в домах. Не завтра, конечно, но совсем скоро. Сейчас, думаю, что с мертвой точки, значит, дело сдвинулось. То есть сегодня с утра со мной связывались руководства филиала нашего шумерлинского газпрома. То есть им тоже поставлена задача разработать технические условия на подключение данного участка. В министерстве строительства Чуваший с проблемой тоже знакомы. Замминистра считает, что это недоработка шумерлинской администрации. Уже на вид поставили. Взялись готовить проектную документацию за счет бюджета. Вопрос бы решился быстрее, если бы изначально был разработан проект смертной документации на строительство этого объекта. Так как условия выделения средств из республиканского бюджета, как кажется, я предусматриваю, это первоначальная разработка проекта на уровне муниципалитета. К сожалению, на сегодняшний день проекта по данному объекту нет. С учетом мероприятий по проектированию, наверное, все-таки, ну, честно можно сказать, что, наверное, строительство само случится только в следующем году. Труба от газопровода до домовладения, так называемая последняя миля, бесплатно. Закон федеральный и касается всех граждан страны без исключения. От Хабаровска до Калининграда. Глава Чувашской республики вопрос газификации взял на особый контроль. Мы продолжим следить за происходящим в Шумерле, а сейчас возвращаемся к главной теме дня. Напомню, прямая линия с главой республики Чувашия Олегом Николаевым состоялась сегодня. Почти семь сотен вопросов уже получили или получат в ближайшее время ответы. Одной из самых волнующих тем стала, разумеется, вакцинация. Людей интересует, почему добровольная прививка становится практически обязательной. Вадим Муравьев продолжит. Без сертификата и QR-кода уже не пускают в некоторые кафе. Говорят, что и гостиницы станут бесковидными зонами. А любители теорий заговора распространяют в интернете слухи о том, что и продуктовые магазины для антипрививочников станут недоступны. Есть текущая эпидемиологическая ситуация. Она несет угрозу жизни и здоровью большого количества населения. И в связи с этим, опять же, по нормам законодательства, для того, чтобы защитить большую часть общества, вводятся, скажем так, некие специальные режимы. В условиях выхода из демографической ямы середины 90-х остров стал вопрос с доступностью школ. Спрашивали главу о строительстве новых и модернизации старых с учетом современных образовательных стандартов. Мы планируем эти школы начать также строить в ближайшее время. Если не в этом году, то на следующий год. И есть желание также завершить работу в конце 2023 года. Эти школы, эти пять школ, мы планируем в их строительство войти уже по другой программе. Если бы по микрорайоне университет мы вошли в строительство по базовой программе образования, то вот эти пять школ, мы планируем зайти по программе конституционного соглашения, который на сегодняшний день реализовывается правительством Российской Федерации. Несмотря на жару на улице, задавали вопросы и о перспективах отопительного сезона и концессии с теплогенерирующей компанией Т-Плюс, с которой подписано соглашение о передаче коммунальных сетей Чебоксар и Новочебоксарска. Олег Николаев подчеркнул, что соглашение неоднократно обсуждалось и деятельность конституционера под пристальным контролем. Текущая ситуация какая? На сегодняшний день 40% жителей Чебоксары напрямую платят за теплоснабжение Т-Плюс, 60% платят теплосети города Чебоксары. Мы видим, что теплосети не способны сегодня очень быстро модернизировать те активы и доставить тепло без потерь. То есть ситуация все ухудшается. И здесь две пути. Либо мы все это очень быстро модернизируем, поэтому на это надо тратить большие средства, а их нету. Либо мы объединяемся с Т-Плюс. Прием и обработка сотен вопросов шла через специально разработанный к прямой линии чат-бот в Телеграм. Он систематизирует всю поступающую информацию в автоматическом режиме. Так что ни один вопрос не затеряется среди прочих. Он очень просто работает. Вы его запускаете. Вот вам пишется приветственное слово. Вы пишете туда свой вопрос. Например, вот как для теста я пишу вопрос. Он уже зафиксирован. Как бы ничего сложного. Если необходимо, вы можете добавить видео и также фото вашей проблемы. Житель оставляет свой имейл либо сотовый телефон, чтобы в дальнейшем с ними могли связаться. Глобачу вашей назвал вопросы жизненными. Это то, что волнует людей, то, что требует немедленного вмешательства. А такое общение – простой способ узнать о том, что происходит в регионе. Без прикрас и приписок. Та самая обратная связь власти и простых людей, о чем неоднократно говорил президент Владимир Путин, для которого прямой разговор с россиянами уже стал традицией. Важно, как доходят или иные наши действия до конкретных населенных пунктов, до конкретных людей. И вот поступающие вопросы, они как раз очень четко отражают их дохождение до конкретных территорий. Ну и, конечно же, исходя из этого, ну где-то, наверное, появляется понимание, что надо перенастроить, что еще надо дополнительно делать или какие меры еще надо дополнительно запустить. Когда такие вопросы возникают, учитывая, что мы очень много делаем для того, чтобы эти вопросы решались, и потом у меня есть достаточно многие информации о том, как отрабатывают должностные лица как республиканского, так и муниципального уровня по тем или иным направлениям, конечно же, у меня некоторые, скажем, эти вопросы вызывают внутреннее возмущение. По результатам прямой линии будет не только подготовлен подробный отчет, но и приняты соответствующие решения, в том числе и кадровые. Вадим Уравьев, Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Павел Иритков и Юрий Марков. Республика. Правительство утвердило правила выплаты на детей к началу учебного года. По указу президента, все семьи, в которых подрастают дети школьного возраста, получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Единовременная выплата положена родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей от 6 до 18 лет включительно. Прием заявлений на выплату Пенсионным фондом России начнется с 15 июля, продлится до 1 ноября. Оформить документы можно и дистанционно на портале Госуслуг. Первые выплаты поступят уже 16 августа. Сегодня документы на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Единая Россия» подала Алла Салаева, вице-премьер правительства Чувашской Республики, министр образования и молодежной политики. Аллу Леонидовну в предварительном голосовании уже поддержали жители республики. Она победила в Чебоксарском одномандатном округе. Водвижение кандидатов в депутаты при поддержке жителей шаг новый, но эффективный. Он даст возможность продвигать ключевые инициативы и программы развития республики на федеральном уровне. Алла Салаева работала в команде управленцев столицы, а сейчас в команде главы республики. Под ее руководством в сфере образования активно начали строиться школы и детские сады. Впереди предстоит еще больше работы, дел по реализации стратегии развития Чувашской Республики, которая утверждена и в основе которой лежит, конечно, социальная сфера. Команда «Единой России» и эта серьезная команда и все инициативы поддерживаются президентом нашей страны. И хотелось бы, чтобы результатом работы, конечно, было улучшение жизни как каждого человека, так и разработка и внедрение в жизнь хороших системных подходов на развитие нашей республики, на развитие нашей страны. Также сегодня в региональном ЦИК зарегистрировали для участия выборов депутатов Госдумы кандидата Леонида Пронина. Он руководит депутатской группой «Единой России» в собрании депутатов города Шумерля. Основная цель его работы – развитие и стимулирование малого и среднего бизнеса в регионе. Наша задача – сделать все возможное для того, чтобы бизнесу было работать легко, комфортно. Это снижение и административной нагрузки, и каких-то, возможно, бюрократических барьеров. Это доступность кредитования. И самое важное – это процентные ставки. Естественно, в купе всех этих мероприятий будет зависеть дальнейшая работа наших предприятий, малого и среднего бизнеса, на результат. Зеленая, аж синяя. Вода в Волге неожиданно изменила цвет. Горожане обратили внимание, что прибой стал похож на плюханье водоэмульсионки с красителем. Кто-то сразу вспомнил, что такая вода бывает только в стаканчике, в котором споласкивают кисти во время рисования. Что стало с Великой рекой и не опасно ли это, мы спросили у эколога Федора Корягина. Он утверждает, что цвет в воде преодолится анобактерии – одноклеточные микроорганизмы. Они живут в реке как минимум 2 миллиарда лет, значительно старше динозавров. С каждым годом и становится все больше. Они активно размножаются, а мы видим результат. Их агрессивность возросла в связи с загрязнением наших рек, озер. Прежде всего, развитию этих сине-зеленых водорослей, их называют еще цианобактериями, способствует поступлению азотсодержащих, фосфорсодержащих веществ. Эти вещества, конечно, прежде всего поступают с полей, при применении минеральных удобрений, пестицидов, ну и с состоками коммунальными. Поэтому нагрузка на реки постоянно растет, и эта беда только наступает. Стоит добавить, что явные угрозы сине-зеленые водоросли для человека не представляют, однако могут вызвать аллергические реакции. Впервые в Чуваши привели уникальную операцию на сердце пациента, который раньше считался неоперабельным. Пораженный клапан главной артерии аорты заменили на искусственный биопротез. Инесса Потапова подробнее о высокотехнологичной помощи, которая теперь совсем рядом. На операционном столе 80-летний мужчина с сердечной патологией и сопутствующими заболеваниями. Возраст серьезный, полостную операцию может не выдержать. Было принято решение заменить клапан аорты на искусственный биологический протез через небольшой прокол. Операция под руководством врача из Санкт-Петербурга Евгения Шлойда. Он выполнил более тысячи подобных вмешательств. Приехал в Чебоксары поделиться уникальными наработками. А из чего сделан протез, в чем его преимущества и недостатки? Протез биологический, то есть он отличается от кардиохирургического тем, что в качестве каркаса, то есть для крепления биологических створок используется специальный стенд, то есть саморасширяющаяся конструкция плетеная, которая может сжиматься до определенных размеров, помещаться в трубочку-катетер, подводиться по сосудам, по артериям прямо к клапану. Во время операции пациент находится в сознании и постоянном контакте с доктором. Вы меня слышите? Да, не двигайтесь, пожалуйста. Руками не двигайтесь. Действия хирурга максимально точные и аккуратные. Мы используем внутрисосудистую навигацию с помощью рентгена и контрастного вещества. И в таком варианте мы как раз все внимательно изучаем. Для пациента это не вредно, это однократно процедуло. Врачи имеют, конечно, большую дозу излучения, которую они получают, но для этого служат разные средства индивидуальной защиты. Все же генозащитные костюмы. Такой метод позволяет избежать длительной реабилитации и сохранить качество жизни больного. Протез из клеток, который организм не отторгает, воспринимает как свои. Поэтому уже через три дня пациент выписывается из больницы домой. В текущем году в рамках национального проекта «Борьба с речью со осуществами заболеваниями» запланирована поставка ангиографического комплекса, который позволит в большей мере и в большем количестве проводить эти операции. Высокотехнологичная помощь доступна по программе обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно. Инесса Потапова, Бахтиар Велиев, Республика. «Я болел, мне не надо» – самый частый ответ на вопрос о том, почему люди не ставят прививки от COVID-19. Врач, отработавшая несколько месяцев в респираторах и костюмах химзащиты, без возможности выпить воды в условиях постоянного стресса, сегодня сделала прививку и сама предложила рассказать всем о ее решении. Почему именно она? Ведь врачей вакцинируют по всей стране еще с первой волны кампании. Екатерина Шиверова встретилась с доктором. Новочебоксарскую горбольницу в конце июня закрыли. 350 коек оказались изолированы от внешнего мира – красная зона ковидного госпиталя. К такому развитию событий персонал больницы, врачи и медсестры были готовы. Коронавирус уже бушевал по планете. Врач-терапевт Наталья Анатольевна, не задумываясь, вошла в палату ковид-положительных. Через несколько месяцев она сама оказалась на больничной койке. Диагноз – коронавирус. Когда появилась вакцина, она в первых рядах пошла ставить укол. Страх повторения болезни взял верх над остальными доводами за и против. Мне вакцинация была противопоказана. Но тем не менее, еще раз говорю, те дни, месяцы, которые я прожила на больничной койке, дома, болея, я поняла, что я не хочу повторения этой болезни. Я хочу жить качественно, я хочу прожить так, чтобы я не сожалела ни об одном прожитом дне. Болеть Наталье Анатольевне было вдвойне тяжело. У нее порог сердца и бронхиальная астма. А тут еще и ковид-19 ударил по легким. Те люди, которые не сталкивались с этой проблемой, я всегда говорю, возьмите один раз полотенце, попробуйте немножко придушить. И посмотрите. Вот если вы пару минуточек, вам недостаточно этого кислорода. А люди к нам поступают уже не первые сутки болеют, не первые сутки задыхаются. Не понимаю людей, которые не идут на вакцинацию для того, чтобы прекратить этот поток заболеваний, для того, чтобы остановить эту инфекцию, для того, чтобы дать нам возможность жить в привычном режиме, для того, чтобы мы ходили в белых холодах. Сейчас доктор Артемьева не скрывает, она пропагандист медицины 21 века. Она за прививки. Собственный опыт лучше любых листовок. Между тем, за истекшие сутки в Чувашии 57 новых случаев заболевания. В регион доставлено 36 600 доз спутника ВИ и почти 800 анампул КВВАК. О работе пунктов вакцинации можно узнать на официальном сайте Минздрава. Его адрес сейчас на экране. Екатерина Шиверова, Игорь Зверев, Республика. Из города в отдаленное село по доброй воле и с большим желанием. Программа «Земский доктор» действует в стране уже 10 лет. Но каждый раз истории тех, кто решился благоустроенную жизнь поменять на деревенский быт, заставляют задуматься. Ульяна Пятакова встретилась с «Земским доктором» и пыталась понять, кто же на самом деле эти отчаянные романтики по федеральной программе. Екатерина Майкова – врач-травматолог-ортопед. Единственный в шахазанах. К доктору едут и из соседних сел. Сама она сюда приехала из города. Закончила университет в Чебоксарах. Когда увидела вакансию не просто по специальности, по своему профилю, не раздумывала. Приняла предложение. Работа врачом-травматологом-ортопедом тяжелая. Я понимаю, что все думают, что это не женская работа. Однако она мне нравилась со студенческих лет. Я один раз, попробовав себя в этой сфере, поняла, что у меня призвание работать именно травматологом-ортопедом. Помогает и взрослым, и детям. Знает, кроме нее некому. Вот и Зоя Долгова обращается за помощью не первый раз. Этот ее очередной визит – маленький шаг на пути к исцелению. Я обратилась к Екатерине Владимировне по поводу заболевания сустава. У меня жидкость в суставе была. И она вызывала страшнейшие болезненные ощущения. И я долго, не долго, но как сказать, долго решалась прийти или нет. Но я рада, что пришла, что мне первый же день помощь оказали. Что эту жидкость убрали. Я даже не ожидала, что так можно боль снять сразу легче стало. Еще чуть больше года назад в Шахазанах вообще не было травматолога. Со сломанной рукой или ногой, с болью в суставах, приходилось ехать несколько километров. Если повезет, травматолог примет в Канаше. А если нет, то 80 километров до Чебоксар. Не каждый взрослый выдержит. Что уж говорить о детях. И все равно, нельзя не задать вопрос доктору, почему не в большой знаменитый медицинский центр поехала работать. Не в Москву, а в деревню. Доктору Кате вроде и сказать нечего. Теряется. Почему на село решили? Ведь очень много больниц в городе, в больших городах. Почему в Шахазанской? Сейчас я подумаю. Подумать, конечно. Очень много людей, пациентов нуждается в квалифицированной медицинской помощи не только в больших городах, но и на селе. Поэтому, если есть вакансии, если есть возможность и желание работать в сельской местности, ничего страшного в этом нет. И все-таки это мечта. Работать с доктором, работать с людьми. Тем более, мама доктора тоже доктор. И сестра доктор. И тоже по федеральной программе. В поддержке молодых специалистов уехала работать в Яльчикский район. То есть, посоветоваться было с кем. О том, как устроиться на новом месте. Учащиеся Чебоксарского детского технопарка победители во всероссийском конкурсе «Шустрик». Теперь слова из советской песни «И на Марсе будут яблони цвести» из фантастических стали как никогда реальными. Неля Юрявич уже сегодня пригляделась к будущему. Практически в каждой квартире есть комнатные растения. Но не все знают, как правильно за ними ухаживать. А проблема полива, когда нужно уехать, вообще кажется неразрешимой. Только не для воспитанников детского технопарка. Этот необычный мерцающий прибор изобрели Анастасия и Анжелика всего лишь за полгода. Название ему – прибор для выращивания растений, который и польет вовремя, и температуру воздуха измерит, да и вообще самостоятельно цветок вырастет. Данный прибор считывает данные по различным датчикам. Также он управляется через телефон. Мы можем нажать какие-нибудь кнопки, например, поливать, включить вентилятор, чтобы высохла земля, если мы переборщили с водой. Также поливает он автоматически каждый час. Проект «Анжелики и Насти» вышел в финал всероссийского конкурса «Шустрик», где принимало участие более 200 школьников из 68 регионов России. Как говорят сами девочки, проект вышел именно таким, каким они его и задумывали. А задумывали они его, чтобы облегчить людям жизнь. Ну и, конечно, в таком важном деле им не обойтись без поддержки и помощи наставника, педагога технопарка Льва Подъельникова. Конечно же, у этого проекта есть большая перспектива. Это выход на выращивание растений без почвы. Например, сейчас в рамках конкурса «Большая перемена» есть кейс по созданию такого устройства, выращивания растений на других планетах. Например, при колонизации Марса. И какие-то идеи из этого проекта, который делали девочки, можно и, собственно, и нужно использовать в таких устройствах, которые помогут выращивать растения не на Земле, без использования Земли, без использования почвы. Впереди у девочек большое будущее. Они хотят стать программистами, как сами говорят, чтобы улучшить нашу страну. А там и до Марса недалеко. Нелли Юрьевич, Сергей Емельянов, Республика. Грозы, шквалистый ветер и жара. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Чувашии на ближайшую ночь и на завтра. На большей части территории Республики температура воздуха днем будет доходить до 32 градусов в тени, что выше климатической нормы на 2 градуса. Жара сменится ливнем и порывистым ветром до 20 метров в секунду. МЧС просит сократить время пребывания на солнце, воздержаться от поезда к наличным транспорте, не парковать машины под деревьями и не прятаться под ними во время грозы. На этом у нас все. Хорошего вечера. Берегите себя и до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова